Ну мы люди, мы хотим жить в нормальных условиях, в конце-то концов. Ну помогите нам, обратите на нас внимание. А сколько может быть это продолжать? Сколько лет? Пока одни вуктыльцы радуются началу отопительного сезона, принимают теплую ванну и спокойно могут мыть посуду, другие все еще ждут тепла и горячей воды в своих квартирах. К нам в редакцию обратились жители 24-го дома по улице 60 лет Октября, которые на протяжении многих лет не могут добиться решения теплой проблемы. Также они рассказали, что с отсутствием горячей воды и тепла столкнулись и жители соседних домов 22-го и 20-го, также по улице 60 лет Октября. Вот пробую мои батареи. Они даже, можно сказать, чуть теплые, чуть теплые, еле теплые. И то это исходя из того, что у нас сейчас теплая осень и у нас, так сказать, позволяет температуру вот такую поддерживать в квартире. А что же будет, когда у нас начнутся морозы? Форточку открыть будет невозможно, потому что температура в квартире будет очень низкая. Как нам жить? Как нам жить? Влажность у нас с подвала идет, плесень по стенам поднимается, отопления нет, воды горячей нет. Люди, мы где живем? У нас 21 век. Мы где живем? Мы живем в деревне или мы живем в городе? Газовиков. Действительно, город Газовиков. Помогите нам, пожалуйста, обратите на нас внимание. Больше трех лет назад Наталья купила квартиру в этом доме и установила счетчики на воду. Сейчас расход горячей воды в два раза больше, чем холодной, так как горячую воду практически не разбавляют, ведь она и так идет из крана чуть теплой. Каждое утро встаю на 40 минут раньше, только из-за того, чтобы набрать кастрюлю воды, поставить ее на газ, чтобы она нагрелась. Вот. У меня ванная специально ведро, где я разбавляю все это дело и мою с ведра, поливаю на себя ковшиком. Вот такие у нас условия проживания в нашем доме. Я считаю, что это ненормально. Я за квартиру плачу в полном объеме. У меня нет никакой задолженности, и я хочу получать услуги в полном объеме. Жильцы неоднократно обращались в различные инстанции для того, чтобы их проблема была решена. Я решила собирать все это документально. Вот у меня заявление в УКТУ Жилинвест, вот у меня жалоба в прокуратуру, вот у меня ответ с УКТУ Жилинвеста о том, что у нас должен был сделать косметический ремонт в подъезде. Вы знаете, если буду собирать папочку специальную, если что-то у нас не сдвинется с места, я буду просто обращаться в суд. Как рассказывают жители дома, неприятности с водой и отоплением начинаются после планового отключения горячего водоснабжения и проведения ремонтных работ ресурсоснабжающей организации. В прошлом году мы в течение полугода мыли с ведер. В течение полугода, пока вот это вот не закончилась вся эта история, в кабинете прокурора. Тогда мы вздохнули спокойно. До этого я постоянно вот и позапрошлом году, и в прошлом году отправляла на электронную почту Соктовкар в прокуратуру. Значит, что-то сдвигалось. К нам приходят сантехники, прогоняют воду, у нас идет вода горячая. То есть я утром помылась, вечером приходу с работы, я уже помыться не могу. Она холодная. И так несколько лет. И вот так несколько лет. Мы решили лично увидеть и ощутить проблему, о которой нам рассказывали жильцы. Заходя в тамбур на первом этаже первого подъезда, мы будто бы очутились в парилке. Линзы на камере и очках моментально запотели от влажности. Хорошо, что камера не передает запахов. Вот там за шкафом, вон видите стены, вон идет чернотища, вот угол. Оно там все под обойму черным. В квартире проживает пенсионерка с ограниченными возможностями здоровья. Из-за того, что в подвал сливают воду, вся влажность идет в ее квартиру, а черная плесень покрывает стены. У меня кашель от этой плесень, видимо, да. У меня аллергический. У меня кашель. Уже давно идет, уже года два. Уже последствия на здоровье. Да, 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 да. У меня сильно болят суставы от сырости, потому что полный подвал воды вечно. И откачивать они не очень хотят. Когда обращаешься только в жилинспекцию, и то с горем пополам, они приезжают, откачивают. Но там все сыро, там все залито. Оно не высыхает. А зимой сейчас вот начнется, там будет каток, и оттуда идет холод, естественно. У меня полы холодные. В квартире холодные. У меня батарея не работает. Вот та стала батарея немножко чуть-чуть работает. Стала вверх теплой. Здесь она холодная. Змеевик холодный. После того, как недавно Галина вернулась в квартиру после непродолжительного отсутствия в городе, ее ждал неприятный сюрприз. Я приехала с сыра в квартире. Я давала вытаскивать из шкафа. У меня там все зелено, белое, все в плесени. И я все вещи перестировала. Много вещей перестирала за несколько дней. А остальное все сюда вот высушила. Включила газ и сушила. В квартире приходится открывать окна несколько раз в день, чтобы хоть немного проветрить ее. И периодически переклеивать обои, чтобы скрыть черноту. Но полноценный ремонт в квартире невозможно сделать из-за постоянной влажности. Обогревать помещение приходится, включая газовую плиту. Стоит ли говорить о том, что это может быть не только опасно, но и вредно для здоровья? Горячая вода. Вместо горячей течет холодная. Даже при наличии, чтобы искупаться, сполоснуться невозможно. У Максима во втором подъезде квартира, которую он приобрел в 2015 году. Но вместе с женой они вынуждены снимать жилье в другом доме. В этом году на выборы включили буквально перед выборами и на выборы два дня. Максимум три. И потом опять такая ситуация. Холодная вода, отопления нет. Как спасаетесь? Я снимаю жилье. То есть при наличии квартиры? Да, при наличии квартиры. Здесь невозможно жить, находиться. Мне приходится снимать жилье, чтобы жить в хороших условиях. А что мне тогда платить деньги здесь, как-то что-то, если я могу снимать жилье? Для чего тогда квартиру приобретают люди? Без горячей воды страдают все жители дома. А это и пожилые люди, и маленькие дети, иммунитет которых ослаблен в силу возраста. Вот родила соседка полтора-два месяца ребенку. Как они живут, я не представляю. Номер диспетчерской управляющей компании жители многострадального дома уже знают наизусть. В диспетчерскую оставляю каждый божий день заявки. По несколько раз звоню. Спрашиваю, где слесаря, когда придут спускать воду и все остальное. Когда это сделают. Заявку приняли, ожидайте. А порой даже с обеда у них телефоны не берут. Вот. Звонишь только, добиваешься к ним после обеда. Как нам сообщили жильцы 24-го дома, в четверг утром представители управляющей компании провели замер горячей воды в подвале. Ее температура составила всего 38 градусов. Также проживающие в 24-м доме в Уктыльце ждут косметический ремонт в подъезде, где на втором этаже произошел пожар. Письмо от управляющей компании, где написано, что косметический ремонт в первом подъезде запланирован и внесен в смету на 2020 год, есть, а ремонта нет. Несколько жильцов на этой неделе подали заявление в прокуратуру. Согласно закону, обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры. Мы продолжим следить за этой ситуацией.